МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Текущую эпидемиологическую ситуацию в округе обсудили на оперативном совещании с участием главы региона. Социальные гарантии КМНС будут сохранены в окружном бюджете 2021 года. Победитель определен. На средства федерального гранта в городе Норьинмаре создадут туристический маршрут. Эпидемиологическая обстановка по ковид-19 в Ненецком автономном округе ухудшается. 139 заболевших. Текущую ситуацию обсудили на оперативном совещании. Амбулаторное лечение по месту нахождения получают 113 человек с диагнозом ковид-19, в том числе 14 человек в сельских населенных пунктах. У 39 заболевших диагноз клинически подтвержден. Всего на сегодняшний день на карантине и самоизоляции находятся 847 человек. Еще четверо в обсерваторе. В целом у нас очень сложная ситуация складывается. За последние недели у нас значительный рост заболевших. И если еще три недели тому назад у нас практически не было больных в стационаре, то и в стационаре у нас достаточно много больных. Вызывают тревогу количество заболевших, находящихся на стационарном лечении специализированном инфекционном отделении специализированной реанимации Ненецкой окружной больницы. На сегодняшний день в Ненецкой окружной больнице находится 26 пациентов. Семеро из них в удовлетворительном состоянии. 13 в средней степени тяжести, 6 в тяжелом. Они находятся в реанимации. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Нам выделена значительная сумма денег для того, чтобы мы могли закупить эти лекарства. Но по факту мы и сейчас уже обеспечиваем лекарствами всех больных. И тех, кто находится в стационаре, и тех, кто лечится амбулаторно дома. Режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены новые меры ограничений. Они касаются заведений общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 часов утра. А также работы ЗАГСа. Теперь на торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. По-прежнему в округе действует так называемый пропускной режим. Прибывающим в Нарьинмар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо представить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте действует масочный режим. Мы с вами находимся в режиме повышенной готовности. У нас с вами не изоляция, но по факту все, кто прилетает к нам в округ, должны иметь либо результат теста ПЦР, либо уходить на двухнедельную самоизоляцию. В настоящий момент мы практически утроили количество тестов в сутки ПЦР. Ну и как результат, поскольку тестов делаем много, то и выявляем достаточно много больных. Многих жителей округа, особенно предпринимателей, интересует вопрос, не повлияет ли ухудшающаяся эпид-обстановка на ужесточение мира в регионе. Для меня абсолютно очевидно, что мы должны сохранить малый бизнес, экономику и не допустить, чтобы там был хоть какой-то спад. Поэтому даже принимая какие-то дополнительные меры ограничительные, мы должны во внимание принимать следующее, что без необходимости ограничивать работу ресторанов, кафе, салонов, парикмахерских мы не будем. Скорее будем жестко контролировать все меры, но уж точно закрываться жестко не будем. С 3 по 8 ноября в школах округа начались плановые каникулы, за исключением Великовисочной школы, где засрочные каникулы были на прошлой неделе и школы номер один в Нарьинмаре, где учащиеся с пятых по одиннадцатой классы продолжают учебу. Начнут ли школьники учебу в очном режиме, по окончании каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если всё-таки не пойдёт на спать, то есть предложение на следующую неделю, ещё там получается по 13-й будет быть число, ещё продлить каникулы. Важно отмечить, что при сложившихся обстоятельствах дополнительные каникулы рассматриваются не как повод для веселья. Родителям необходимо ограничить контакты своих детей со сверстниками. Если мы принимаем такое решение и продлеваем каникулы, то было бы логично тогда провести работу и с ребятами, и родителями и объяснить, что эти каникулы не для того, чтобы они тусили, простите, да, и собирались там в кафешках. Тогда смысл этого вообще теряется. А для того, чтобы они находились в это время дома, ну пусть они в конце концов, ну если не книги читают, то играют на компьютере, ну пусть они дома находятся. Что касается детских дошкольных учреждений, то здесь регистрируются локальные случаи карантина в связи с превышением до 20% порога по заболеваемости ОРВИ. В шести детсадах на карантин отправлены по одной-две группы, полностью закрыты для посещения детский сад в Харуте. Напомним, в округе продолжается прививочная кампания от гриппа и плановая вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. На текущий момент уже привиты 33 работника здравоохранения. Ведётся работа постоянно департаментом по формированию потребностей лекарственных препаратов для лечения ковидных пациентов в амбулаторных условиях. И нами заключены последние соглашения с Минздравом на дополнительные выплаты медицинским работникам и закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения ковида. В минувшие выходные глава региона побывал в одной из аптекций Ненецкой формации, чтобы лично убедиться в наличии лекарственных средств на её прилавках. И был приятно удивлён ассортиментом препаратов противовирусные, противогриппозные. Ну то есть весь набор препаратов, которые необходимы для лечения сезонных респираторных заболеваний, гриппа и даже ковида, сегодня в нашей аптеке представлен. В ходе совещания было отмечено, что большинство случаев проникновения в округ вируса связано с возвращением местных жителей из-за его пределов. Эта проблема требует более пристального рассмотрения на оперативном штабе, который состоится на этой неделе. Для того, чтобы система здравоохранения вынесла повышенную нагрузку. В связи с этим глава региона поручил всем ведомствам и подведомственным организациям ограничить выезды в командировке и участие в мероприятиях за пределами Ненецкого округа, в том числе организованных групп школьников. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов встретился с представителями Ассоциации Ненецкого народа Ясавы. Встреча прошла за круглым столом. Каждый присутствующий на встрече член Ассоциации Ясавы, представляющий в организации интересы коренных малочисленных народов Севера, мог в неформальной обстановке задать любой вопрос спикеру регионального парламента, как социально значимого, так и личного характера. В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, непосредственные контакты, к сожалению, практически сведены к нулю. А стало быть, и возможность получить достоверную информацию из первых уст сужается. Большое спасибо Александру Ильичу, что сегодня пришел с нами, пообщался и по крайней мере на вопросы наши ответил. Потому что на самом деле очень много разной информации, противоречивой. И сейчас в этой ситуации, не только в нашем округе, когда еще в целом, с этой пандемией, люди находятся в неком таком шоковом состоянии. И эти вопросы, они на сегодняшний день очень актуальны. Много вопросов, на которые бы хотелось получить ответы от первых лиц региона, касаются финансового состояния округа. В условиях экономического кризиса удастся ли Ненецкому округу сохранить финансовую стабильность? Какие приоритеты будут в это непростое время ставиться во главу угла? Ответить на эти вопросы предстоит депутатам регионального парламента, которые вступили в активную фазу рассмотрения окружного бюджета на 2021 год и плановый период. Приоритеты будут прежние образование, это свыше 5 миллиардов, если говорить в финансовом плане, это соцзащита, полтора, это здравоохранение, это ЖКХ. Вот вкупе, я говорил, те направления, которые я перечислил, они составляют более 10 миллиардов рублей. В целом по доходам окружной бюджет на 2021 год планируется в размере 20 миллиардов рублей, по расходам 22 миллиардов 300 миллионов, прогнозируемый дефицит 14,7%. Я надеюсь, что обеспеченность нашего бюджета финансовыми средствами очень сильно нас не качнет и мудрость наших финансистов, мудрость наших руководителей региона в этом отношении, конечно, сыграет свою роль в положительной относительно наших жителей, нашего региона. За последние десятилетия в округе накоплен большой положительный опыт поддержки традиционных видов хозяйствования и социальной защиты коренных младшественных народов Севера. Повлияют ли нынешние условия на сохранение стабильности в этой сфере? Безусловно. Волнуют тружеников тундры. Мы понимаем прекрасно, что это ситуация не одного дня, это общая проблема и решать ее надо совместно. Поэтому сейчас продолжаем работать, ну и соответственно вырабатывать те мероприятия, те меры, которые будут направлены на минимизацию негативного влияния. Проект регионального бюджета следующего года в полном объеме предусмотрены субсидии юридическим лицам и семейно-родовым общинам КМНС на наращивание поголовья оленей, на производство и реализацию продукции оленеводства, на доставку оленины в город для последующей переработки. Предусматриваются и меры социальной поддержки оленеводам и чум-работницам. Также будут профинансированы мероприятия по госпрограмме сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе. Все эти статьи защищены, они подлежат дальнейшему обсуждению, но, по крайней мере, пока если говорить о планировании нашей работы, а те суммы, которые закладываются в бюджете, они фактически предполагают в полном объеме сохранение всех тех направлений, которые касаются и коренных малочисленных народов Севера, семейно-родовых общин, их непосредственно деятельности, это все касается и жизнедеятельности, и, возможно, такой сферы, как оленеводство. Поэтому, конечно, эти вопросы крайне важны, они определяют фактически важнейшую ту отрасль, о которой мы сейчас с вами говорим. Чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет в целях обеспечения социальных гарантий, на заседании Палаты законодательных предположений, которая состоялась на прошлой неделе, большинством голосов депутаты приняли к рассмотрению законопроект о внесении изменений в отдельные законы Ненинского округа. Законопроект направлен на продление действий понижающего коэффициента 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности Ненинского округа, а также на сохранение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих округа на уровне текущего года. Необходимо провести было консультации в том числе со всеми заинтересованными лицами, в том числе и с губернатором, который, хорошо знаете, поддержал это решение, подтвердил его. И поэтому я считаю, что данные вопросы надо решать, разумеется, согласно, но с другой стороны, все-таки этапность прохождения законов надо соблюдать. И этому правилу надо следовать в дальнейшем. Напомню, понижающий коэффициент был введен в округе в 2016 году, также в непростое в финансовом плане время и действует уже на протяжении пяти лет. 5 ноября вопрос о его пролонгации будет рассмотрен на бюджетной комиссии, а затем вынесен на очередную сессию собраний депутатов. Что касается в целом окружного бюджета на 2021 год и плановый период, то надеемся, что несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, бюджет будет принят в установленные сроки. Это наша главная задача. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Телеканал «Север». В Москве на площадке ВДНХ прошли финальные испытания Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Общей национального союза индустрии гостеприимства». Все подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Семен Афанасьев – участник от Ненецкого округа. На конкурс молодой человек приехал с проектом пешеходно-туристического маршрута по городу Наринмару. Семен признается, когда подавал заявку на участие и подумать не мог, что выйдет в финал. У нас есть одна проблема – это отсутствие достопримечательностей объектов фоказа культурного, исторических. И мы компенсируем ее, создавая туристический маршрут с визуализацией народных названий зданий, объектов, создавая арт-объекты, рисуя граффити на зданиях, тем самым повышая туристическую привлекательность города. Молодой человек уверен, если больше уделять внимание созданию продукта и его продвижению, туристический поток в регионе будет всегда. У нас вообще такой большой портфель проектов, которые мы реализуем в округе. Практика уже показала, что успешно. Это гастрономический фестиваль, презентация коллекции в рамках проекта создания северного дизайна одежды с участниками кластера. Проект сделан в НАУ. То есть вот такими проектами мы пытаемся развить туристический потенциал округа. Первый день финала конкурса мастера гостеприимства проходили оценочные мероприятия. Участники делились на команды по 8-9 человек из разных регионов, а также сфер деятельности. И решали кейс-задачу. После – защита. У нас разбор был темы экономика впечатлений в сфере туризма. То есть это очень важный, такой огромный аспект. И мы пытались найти решение, как развить экономику впечатлений, в частности, в разных регионах. – Получилось? – Получилось. Жюри хорошо оценило наш проект, так что все здорово. Второй день был не менее важным. Каждому участнику конкурса было необходимо защитить свой проект. Перед защитой каждый консультировался со своим наставником. – Защита долго не начиналась. Была большая задержка, но прошла успешно. Я уверен, что удалось жюри донести, раскрыть вообще суть проекта, его специфику, его фишку, уникальность. Благодаря серьезной подготовке Семен стал победителем. Сумма гранта – 1 миллион 450 тысяч рублей. На эти деньги и будет создан туристический маршрут. – Жюри, опять же, было очень строго к проекте, проработке. Я задавал очень много вопросов, и поэтому для меня прям был сюрприз. Хотя заявку мы готовили тщательно и долго готовились. Победителями стали 62 участника из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, ательеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти. – Вот это тоже очень большое, сильное влияние, потому что в рамках конкурса многие регионы начали больше взаимодействовать друг с другом, общественные организации могли проявить себя и взять под опеку каких-то участников. То есть конкурс – это площадка для того, чтобы происходила дискуссия в том числе о развитии туризма в нашей стране. Ну и самое главное – дискуссия непросто, которая рождает какие-то живые проекты, которые уже сейчас в процессе исполнения. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал еще в прошлом году, 13 ноября. Всего было принято 20 935 заявок. Цель проекта – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессии в сферах туризма и гостеприимства. Прошел такой эксперимент, который мы будем в следующем году развивать. Мы здесь в рамках конкурса «Молодым людям до 30 лет» дали возможность получить гранты в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». И это очень правильно, потому что вообще возможность попробовать и может быть даже ошибиться, но тем не менее попробовать реализовать свою инициативу – это, собственно говоря, прямое воплощение тезиса о том, что Россия является «Страной возможностей». И мы дальше будем поддерживать и конкурс, и у организаторов. И, конечно, хотел бы сказать слова самой теплой благодарности всем тем, кто сделал этот конкурс возможным. И лично, конечно, Алексею Комиссарову и Гранту Бабасяну за то, что эта замечательная идея, она воплощена в жизнь и у нее точно большое будущее. Несмотря на то, что 2020 год принес немало проблем и масштабно ударил по туриндустрии, специалисты отмечают о возможностях, которые произошли во внутреннем туризме. «Конкурс направлен на решение двух основных задач. Во-первых, на поиск людей, которые готовы заниматься этими вопросами, которые хотят себя реализовать в этой сфере. И, во-вторых, на поиск проектов, проектов в области туризма, первое всего, естественно, внутреннего туризма. И проект очень интересный». Добавлю, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» – национального проекта образования. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. «Социальные лифты для каждого» – национального проекта «Север».